Знакомство с иглами шмец. Хотелось бы начать с изучения их анатомии. Узнав строение иглы, мы лучше поймем, для чего стоит вообще подбирать иглу под определенный материал и нить. И как впоследствии правильно подобранная игла влияет на качество пошива. В бытовых швейных машинах используются иглы с плоской колбой. Лицевая часть колбы выпуклая, а задняя плоская. Именно этим она и отличается от промышленной иглы. Такая конструкция колбы обеспечивает идеальное позиционирование в иглодержателе. Маркировка 130 дробь 705H означает, что игла предназначена для бытовой швейной машины и имеет плоскую колбу. Давайте рассмотрим конструкцию иглы. Она состоит из колбы, стержня, желобка, острия с ушком и выемки. Стержень иглы, часть иглы, которая начинается у основания колбы и заканчивается на острие. Длина иглы определяется длиной стержня, а его диаметр это размер иглы, например 60, 75 или 90. На стержне игл шмец нанесена цветная маркировка для определения типа и размера иглы. Это очень удобно, потому что даже без упаковки вы всегда будете знать какой иглой пользуетесь. Желобок или другими словами канавка иглы. Это углубление расположено на передней части иглы. Углубление служит для защиты нити, когда игла проходит через материал. Не позволяет ей ходить из стороны в сторону, а наоборот аккуратно направляет нить в ушко иглы. Нитка как будто прячется в этом длинном желобке. Острие, его кончик и ушко. Это те части иглы, которые могут быть различными по форме и размеру в зависимости от вида иглы. В зависимости от типа иглы универсальная или для тонких материалов, для джерси или для кожи будет отличаться форма острия. Форма острия может быть слегка закругленной в универсальных иглах, острой круглой в иглах микротекс для тонких материалов, узкой шарообразной в вышивальных иглах. Среднее шарообразное острие имеет игла для трикотажа джерси, а игла для кожи имеет двустороннюю заточку острия. Как правило, ширина ушка составляет 40 процентов ширины лезвия. По мере увеличения размера лезвия или иглы, ушко также увеличивается. Есть три исключения. Ушко иглы для вышивки шире и немного длиннее. Ушко иглы металлик и топстич еще более выражены. Они не только шире, но и удлинены. Увеличенное ушко уменьшает трение нити при ее прохождении через него. Это особенно актуально для толстых и металлических нитей. Наконец, выемка, срез, небольшое углубление рядом с ушком на задней стороне иглы. Обеспечивает лучший захват петли верхней нити челноком. Не пренебрегайте правильным подбором иглы под конкретный материал, конкретную нить и конкретное изделие. Все знания, которые вы получили в данном видео, помогут повысить вам качество производимых изделий.